МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбери интернет от Интеркомпел. Тарифы от 200 рублей в месяц. Прием заявок по телефону 939393. Подробности на сайте www.icomtel.ru. Здравствуйте. Это программа Актуальна. В студии Лея Лапшин. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сибирцев, художественный руководитель арт-проекта «Тенера 21 века». Дмитрий Александрович, я вас в очередной раз с удовольствием приветствую. С 20-го в Иванове, 21 сентября в Киншме. Одинаковые программы? Или вы настолько, скажем, богаты репертуаром, что, может быть, сделаете два абсолютно разных концерта? Что важно вообще-то сказать, потому что обалдеет от вашего выступления Ивановец с 20-го сразу поедет к Киншме на следующий день. Я считаю, что мы просто в долгу перед ивановским зрителем, потому что, если говорить серьезно, то мы с вами беседовали в абсолютно такой хорошей, доброй, светлой обстановке. А когда мы приехали в Иваново на концерт, мы буквально в дороге узнали о том, что разбился самолет с нашими друзьями, с артистами краснонаменного ансамбля. И мы везли сюда очень легкую, очень такую яркую, веселую программу с элементами даже некоторых шуток и музыкальных таких насмешек над некоторыми произведениями. У нас все было сделано под Новый год. Естественно, это было бы абсолютно неуместно, когда мы это узнали. Тем более наше собственное состояние было абсолютно не таким. И мы прямо на ходу изменили практически всю программу. На зрители поняли. Но я настоял на том, чтобы мы ускорили свой процесс, приезд следующий в Иваново. И решили все-таки привести вот такую программу, ну, нашу самую любимую, ярких итальянских песен, таких заводных, красивых. И программу советских шлягеров эстрадных 60-х, 70-х, 80-х годов. Я просто почему-то так настойчиво вас об этом спрашиваю. Я был на вашем сайте, я увидел там 40 или 50 красочно оформленных афиш. И я думаю, а какую можно вытащить вот и повесить, например, перед входом в концертный зал Ивановский? Или все-таки это будет опять какое-то... Не шлягеры о любви. Это программа, в которую по своему характеру входят примерно 50-55 песен. Из них, в зависимости от состава и от аккомпанемента, мы выбираем там 20-30 для конкретного концерта. Другие композиции мы туда не берем. Более того, мы приезжаем сюда со своей инструментальной группой, которая нас уже, ужасное слово, обслуживает. Я не хочу сказать, это наши близкие друзья. Более того, я сам периодически сижу в этой инструментальной группе и периодически только выхожу кое-что петь либо сольно, либо вместе с солистами. Эта программа, она рассчитана на такой аккомпанемент. И, конечно, сцена Ивановского музыкального театра, мне кажется, для этого подходит несколько больше, чем сцена филармонии. Все-таки там бы мы ушли больше в классический репертуар. Так все загадочно. Говорите, вы продолжаете фразу. Вы говорите, иногда я сижу в инструментальной группе и выхожу на сцену что-то спеть, как в этот раз или не в этот раз? Нет, как в этот раз обязательно, потому что в этой программе я считаю, что я имею право выходить на сцену и петь. Есть программы, например, программа посвящения повороте. Я как человек, обладающий, как говорят, красивым тембром голоса и определенной манерой исполнения, которая востребована в эстрадных композициях, я абсолютно не могу петь классический оперный репертуар. Я это для себя прекрасно понимаю. Меня этому особенно никогда не учили. Я здесь выполняю всегда функции либо пианиста, либо просто руковожу процессом. В программе посвящения повороте я никогда не выхожу на сцену. Я прочитал одно из ваших интервью, где вас представляют даже в другом качестве, но в том числе и упоминали. Дмитрий Сибирцев, художественный руководитель арт-проекта «Танара XXI века», запятая весьма востребованного в провинции. Обидно было услышать. Это обидно, как мы говорим. Во-первых, от человека, который это написал, это было ожидаемо, потому что люди ведь не ходят. Те, которые пишут люди, они не ходят на наши концерты. Они думают, что стоит толпа людей, и что-то там нестроено вместе поет а-ля какие-то другие сборные проекты. Или как в свое время Доминго Поворотти и Карерос сделали шоу, которое с художественной точки зрения в умах журналистов нанесло только вред оперному искусству, потому что это не чистая классика. Классика – это вот такой шаг огромный в массы, который как-то сблизил чернь с элитой. Вот это же неправильно. Я вообще считаю, что Доминго Поворотти и Карерос сделали великое дело, и слава богу, что после них выросло целое поколение людей, которые благодаря этому концерту в 1990 году и благодаря, например, Меркурий и Кабалье, полюбили, восприняли классику и стали ходить, а потом уже стали ходить на гораздо более глубокие классические вещи. Поэтому человек, который это написал, ну, это пусть останется на его совести. Вот, с другой стороны, понимаете, ну, мы же собираем полный Кремль, значит, наверное, не только в провинции. Мы собираем три штат-хали в Вене, значит, не только в провинции. Вы всегда из этого критерия как раз и составляете ваши пертуары. Я понимаю, что он накоплен за 10-11 последних лет с той точки зрения, чтобы ни одна композиция не наносила вред оперному искусству. Слушайте, ну, оперному искусству сейчас уже вред нанести нельзя никакой, потому что оно всё равно будет, оно будет крепким, и никакие его проникновения и изменения любые, музыкальные, режиссёрские, актёрские, ничто опере вреда не нанесёт. Этой даме уже более 400 лет она привыкла к особому вниманию, и она это внимание всё равно получит, потому что есть люди, которые действительно делают это по-настоящему здорово, и наши солисты в своих театрах это делают так же здорово, и когда они выходят в своих партиях, они истинные оперные певцы. Но, извините, когда тот же Александр Богданов у нас выходит и поёт песенку Дуримара, он совершенно другой человек, и мы отличаемся от всех как раз тем, что мы поём абсолютно всё. Да, вы не представляете, какое было... Причём это не нами было инициировано, была какая волна возмущения в Фейсбуке, когда мы за один день для передачи «Вокруг смеха» сделали пародию на интернетовский хит «Вите, надо выйти». Те люди, которые привыкли ходить в концертный зал для того, чтобы с книжечкой записать, ах, вот эту ноту он взял хуже, чем в прошлом году, вот я это помечу себе и кивнёт своим ученикам. Вот этим людям на наши концерты ходить не надо. На наши концерты надо ходить людям открытым, с добрым сердцем, с душой и эмоционально абсолютно раскованным. Комплексантам у нас делать нечего. Мы хотим нести людям удовольствие, радость и самим получать радость от этого, потому что даже будучи директором театра, я не могу каждому из своих солистов дать то, что он хочет петь в театре. Вы сказали, ребятам комфортно с вами на сцене, а вам комфортно с вашим коллективом, потому что ведь очень много гастролей, очень много выступлений, и всё время здесь, говоря о таком коллективе, нужно добавить слово творческий, а значит почему-то где-то в скобках особенные люди. Как вы с ними уживаете столько лет? Абсолютно особенные люди, и у каждого свои какие-то есть черты характера, есть у каждого свой режим. Многие абсолютно не могут совсем рано вставать. Некоторые. Мы иногда летаем в разное время, потому что кто-то не может... Я, например, люблю ночью летать, кто-то не может ночью летать, ему нужно обязательно спать. Кто-то любит спать в том городе, в котором будет концерт, а кто-то любит, наоборот, выспаться в том городе, в котором был концерт, и на следующий день уже приехать или прилететь и спеть свой концерт с налёта. То есть это всё надо учитывать. И вы всё это учитываете? Я стараюсь, так скажем. Но для певцов, которые могут выдержать 150 выступлений сейчас... Вот в этом году, я помню, мы говорили, мы там говорили, это около сотни в год и так далее. Вот в 2017 году мы уже дали 110 концертов. То есть вот у нас этот год, он какой-то совершенно сумасшедший. Я думаю, до конца года это будет примерно цифра около 200. И, конечно, те люди, которые способны это выдержать, они заслуживают право для того, чтобы к ним были внимательны, потому что они профессионалы. Они это могут. Не каждый певец, даже великолепный оперный артист, дай ему три дня подряд попеть, а иногда ещё на улице в 8 градусов тепла, и он завтра скажет, что у него что-то заболело, и он больше не будет. Я просто хочу вам напомнить, что вас ещё и представляют, как очень талантливого менеджера в этом виде искусства. Я хотел спросить, что это такое, а теперь вы мне всё объяснили, поэтому я вас просто поблагодарю за ваше творчество в этом коллективе и вообще за создание, и за идею, чтобы этот коллектив появился. Приезжайте в Иваново ещё, а все зрители мы приглашаем, напоминаю, 20-го Иванова, 21-го сентября в Киншме. Да, как у нас Александр Захаров говорит, приходите, обалдеете. Обалдеете же. Я вас благодарю. Дмитрий Сибирцев сегодня был гостем программы «Актуально». На вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. До свидания. Всего самого доброго.